Мягкая игрушка — ламинария. Если только вдуматься в сам образ этого персонажа, это морская фоотрасль, ламинария. То, честно говоря, удивляешься вообще самой задумке в том, чтобы оживить, одухотворить, наделить определённым характером морские водоросли. Это сама по себе идея. Она сверхнеобычная, сверхнеожиданная. И сам этот факт, морской герой, морской обитатель ламинария, он уже пробуждает какой-то интерес. А вот какая была задумка авторов превратить этого обитателя в персонажа сказки? И обращаясь к самой игрушке, к тому, как она сделана, конечно, обращается внимание на то, и какой материал, из которого она сделана. Это такой мягкий-мягкий бархат или такое что-то пушистое, шерстяное. Это удивительная грациозность и мягкость листьев. И в целом такой тёмно-тёмно-синий цвет. Это всё, на мой взгляд, рассказывает о том, что это такой герой, который несёт своим явлением, своим действиями такую атмосферу гармонии, спокойствия, может быть, даже ласки, потому что вот эта эластичность этих листьев, их большой такой размер. Посмотрите, она вот рядом со мной, и она фактически очень близко к такому росту взрослого человека. И вот это такое большое пространство от ощущения такой безопасности, надёжности, может быть, даже и домика для каких-то других морских обитателей. И вот как раз говоря про домик, вспоминается художественный образ этой мягкой игрушки, то, как она нарисована в источнике морской сказки, в книжке-раскраске. И вспоминаются фрагменты, где ламинария кого-то гладит, кого-то укрывает в своих листьях, где-то она служит местом, где создано поздравление для дичинёнка. И в целом вот каждый фрагмент, где встречается этот обитатель морской сказки, это всегда какое-то действие этого героя. И вот складывая весь этот образ воедино, и глядя на игрушку, рождается такое понимание, что этот герой, несмотря на то, что он совершенно такой статичный, у него есть корни, он растёт вверх, это очень деятельный герой, это очень деятельный обитатель сказки, и он своими действиями несёт вот эту атмосферу, близкую к атмосфере моря, создание атмосферы, создание такой гармоничной среды, в которой, как мы видим, в морской сказке плавают рыбки, и им там хорошо прыгают морские пузырьки. И в целом вот такая атмосфера доброты, добродушия, спокойствия. И прекрасно, что этот образ, этот характер так чётко, с такой задумкой, передаётся через самую мягкую игрушку, через её формы, через её осязание. Вот такое удивительное, удивительное сказочное явление, потому что, ну как по-другому сказать, ожившая ламинария. Это что-то само по себе, сама задумка уже просто вне всяких рамок, вне всяких стереотипов. И, конечно, воплощение такого добродушия в этом герое, это тоже, ну, по-моему, это просто прекрасная задумка. И я очень рад, что такая игрушка существует, и с такой игрушкой можно взаимодействовать и наполняться этим характером, этой атмосферой, этими чувствами. Спасибо большое.